На дне реки, где русло шире всего. Но ты же знаешь, что если её вынуть из воды... Будет вонять хуже падали, я на это и рассчитываю. Я охочусь на грифоны. Крушина мне нужна для приманки. Я вот думаю. Пару лет назад под мостом завелись утопцы. Всей деревней пришлось сбрасываться, чтобы хватило на ведьмака. Так у кого ж здесь хватило денег, чтобы заплатить за грифона? У капитана Петера Саара херу знает как-то там ещё. А-а-а. Приятно знать, что чёрные от всего сердца заботятся о нашем благе. Нильфгаард ценит одно, порядок. Грифон его нарушает, значит, должен исчезнуть. Да. Сначала они разберутся с чудовищем, потом с людьми. Ты же не здешняя, так? Много в тебе горя. Слишком много для того, кто провёл всю жизнь в хате на краю света. Верно. А ты куда-то спешишь. Иначе не делал бы приманки, а подождал бы, пока грифон снова ударит. Чувствую, у нас бы вышел интересный разговор. Может, в следующий раз. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Дюре. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Просто шевельнулась! Субтитры сделал DimaTorzok Добрая женщина! А-а-а! Скотина! Есть кто? Наверное, на охоту ушел. Следы свежие. Мыслов только что вышел. Ты, Мыслов? Тсссс! Слышишь? Волки? Хотя нет. Дикие собаки. Да. Они опаснее волков. Я собираюсь на охоту. Где-то нашел нельфгеарцев, которых убил Грифон. А, понял. Вы ведьмак, убийца-чудович. Это о вас в деревне говорят? А-а-а! Я вам покажу дорогу, конечно, но... Собак надо перебить, пока они ни на кого не напали. Поможете? Если вам не жаль тупить об них серебряные мечи, стало быть. Почему бы и нет? Грифон не убежит. А вот собаки могут. Так что, ступайте осторожнее. Давно у вас неприятности с этими псами. Сначала войны. Как солдаты через деревню идут, бабу изнасилуют да задушат. Мужика убьют для забавы. Корову на мясо. А дурнягу? Разве что пнут походе. Но избивают эти штуки поздно. Они уже на кого-то напали. КОНЕЦ ДИТЕР ДИТЕР Знаешь его? Мы вместе служили у помещика. Там, где сейчас войско стоит. Он был конюшем, а я охотником при барине. Но это было до того... Давно это было. До того, как что? До того, как меня выгнали из деревни. Что ты такого сделал? Ничего. Я выродок. Простите. Не хочу я об этом говорить. Не настаиваю. Ты что? Покажешь, где нашел Нильфгаарцев? Ты знаешь что-нибудь об этом греху? Немного. Это зверь не для меня. Зато ты для него в самый раз. Хоть бы поэтому полюбопытствовал, Бэф. Я по лесу тихо хожу. Так что даже Грифон не приметит. Это здесь. Один лежал там, у пенька. Без головы. Второй висел на ветке. Кишки у него свисали аж до... Берегите себя. Я справлюсь. Это не первый Грифон, с которым я имею дело. И, вероятно, не последний. Хорошо, если так. Будьте здоровы. Нильфгаарцы здесь что-то отмечали. Но Грифон их прервал. Земля черная от запекшейся крови. Следы давнишние. Они глубже. Солдаты в доспехах. Наверное, не льфгаарцы. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Гнездо Грифона, точнее, то, что от него осталось. Тело пролежало несколько недель. Он был еще жив, когда Грифон его сюда принес. И долгий умирал. Костя, корови, собачьи, человеческие. Останки за несколько месяцев. Самка. Личинки в ранах уже вылупились. Значит, она мертва по крайней мере неделю. Выходит, второй Грифон самец. Это объясняет, почему самец, которого я встретил, был так агрессивен. Сперва он напал на Нильфгарцева здесь, в лесу. А потом начал рыскать по всей округе. Я сделал все, что мог. Пора возвращаться к Весемиру. КОНЕЦ КОНЕЦ ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Урод! Добрый человек, а вон то поле, по другую сторону реки, оно чье? У леса-то? Боин из Климков. Хороший он мужик, сударь-ведьмак. Вот только не... Да-да, а этот боин не решит вдруг на урожай свой посмотреть? Да с чего бы, до жатвы еще далеко. Да? Что такое? У меня две новости. Хорошая и плохая. Хорошая в том, что капитан Нильфгардского лагеря знает, где искать Йеннифер. А плохая, мы должны убить для него Грифона. Чего еще он мог попросить взамен у двоих ведьмаков? Ну, рассказывай, что ты узнал? Грифон бросил логово, так что придется делать приманку. Ну, как успехи? Крушину я нашел. В самый раз. Пахнет сильно. Скорее уж смердит. Смотри, какой нежный нашелся. Гнилое мясо, гной, мочевина. Обычные запахи деревни. Помнишь, как мы в Тритогоре на помойке охотились на Ригера? Ты потом полдня в бане отскребался. Забудешь тут. Мы как встретимся, ты это всякий раз вспоминаешь. Я кое-что разузнал. Это самец. У него было гнездо в лисьем бару. Нильфгардцы сожгли гнездо, убили самку, разбили яйца. И решили, что дело сделано. Вечно одно и то же. Нет, чтоб сразу послать за профессионалом. Все делают по-своему, а выходит только хуже. Ну хорошо, все готово. Дай только знать и примемся за работу. Больше ждать смысла нет. Пойдем посмотрим, где можно поставить ловушку. Я уже присмотрел одно место. По ту сторону речки есть такие поля и рощица. Места много. И мешаться никто не будет. Значит, там и увидимся. Все справится. Продолжение следует... 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 значит пора собираться куплю сейчас провизии и поедем геральт давай не вмешиваться хоть в этот раз что случилось со щитом сняла может еще золотое солнце повесишь нельзя тут темирский герб вешать они придут и корчму спалят так может правду люди говорят что ты шлюха нильфгардская я твои слова забуду тебе скорбь сердце гложет не ли ты что понимаешь сестру мою повесили вытащили на двор перед монастырем как собаку сказали в нильфгарде нет места предрассудкам что они гнева божьего не бояться а ты не боишься если бы а нулька тебе при родах не помогала дитя бы у тебя в поповине задохнулась что не боишься гнева божьего не боишься сука оставь вы знаете этот медальон люди знаете что он означает отойдите доцела говорят ведьмаки деток воруют правда что вам император обещал выродки землицы как эльфам в той войне убираетесь все мы никуда не пойдем и вы тоже они уже не отступят вижу еще это что Ничего, всё кончилось. Оставь меня! Не подходи!